Если вы хотите узнать, как мобильные андроиды сам сервера запускают мобильные андроиды CRMP сервера, то досматривайте данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Я уже много раз рассказывал вам о том, что существуют такие, знаете ли, мобильные разнообразные сервера на андроидовской, вот всей этой платформе. К сожалению, на iOS все это не завезли. И вообще непонятно, завезут ли все это. Скорее всего, нет, чем да, возможно, да, чем нет. Ну вот, в общем-то, как-то так все это происходит. Там смутно, очень непонятно. Если с GTA Samba все еще более-менее понятно, ну на Android, разумеется, то вот как-то с CRMP на Android до этих времен, до этих пор все было как-то, ну, не особо понятно. Совсем недавно там прошел какой-то открытый бета-тест или закрытый бета-тест. А сервера не сервера, проекта не проекта, а CRMP не CRMP. То есть так мало информации по поводу всего. Это что-то там наподобие, называется он Black Rush. И вроде как прошел какой-то там, я не знаю, бета-тест всего этого. С подгрузкой каких-то, я не знаю, моделей. Вроде как там будет какая-то русская карта, все прочее. В общем-то, я мало всего об этом знаю. Однако, если вы обо всем этом знаете, то, разумеется, можете написать мне обо всем этом в комментариях. Как бы, ну, я все это посмотрю, а все это прочекаю. И мы уже будем из этого делать какие-то более-менее выводы. Потому что лично я, вот если вам говорить как лично я, я вообще ничего не знаю про мобильный CRMP. Я и про компьютерный CRMP мало чего знаю. Кроме того, что это полное лютейшее говно, лютейшая хуйня. Опять же, по моему личному субъективному мнению. То есть, это лютейшее, прям вот, я не знаю, говно, которое, ну, просто вообще непонятно, как работает, как существует и вообще будет ли оно существовать дальше. Потому что CRMP там уже, знаете ли, дышит на ладан. Там только какой-нибудь, я не знаю, Радмир CRMP вытаскивает все это детище каких-то горе-программистов, горе-разработчиков. В общем-то, если хотите узнать больше о моем отношении к CRMP, почему оно такое негативное, почему оно такое плохое, то можете посмотреть один из самых популярных роликов на моем канале касательно вообще CRMP. Вот того, почему я ко всему этому отношусь плохо, почему мне все это не нравится. Ролик, насколько я знаю, набрал что-то около 2000 просмотров, не особо много, с учетом того, что у меня некоторые ролики там, знаете, по 30 тысяч просмотров собирают. Ну, как некоторые ролики, некоторый ролик у меня там собрал 30 тысяч просмотров, потом там, знаете ли, еще там какой-нибудь ролик про Луняшу, допустим, собрал, я не знаю, 8 тысяч просмотров, в общем-то, все вот это вот прочее. Поэтому 2000 просмотров для меня это, конечно, всегда приятно, всегда любознательно, тем не менее, ну, будем честны, зачем он нужно, да. Об этом позже, тем не менее, об этом позже, ладно, давайте поговорим об этом немного попозже, потому что, ну, сейчас вообще не до этого, знаете ли. То есть, вообще, есть большое количество мобильных GTA-самп-проектов, GTA-самп-серверов. Некоторые из них уже, там, я не знаю, запускают, там, я не знаю, 15-й, 18-й, 25-й сервер под названием Center Pen Roleplay. Я, если честно, там вообще, опять же, могу сказать, не играл. Некоторые из вас, насколько я могу знать, играли. Опять же, что-то все вылетает, какие-то там постоянные баги, непонятно вообще, что там, как. Вообще, вот этот, знаете ли, мобильный GTA-самп, он вот постоянно какой-то неустойчивый, насколько я понимаю. То есть, я-то думал, что там еще более-менее как-то вот все это сделали, все это реализовали. На самом деле, вообще, там все, вообще, ужасно разработано. Нам остается ждать только клиент, который вот уже, я не знаю, давно уже должен быть разработан, который разрабатывается уже очень давно. Тем не менее, мы его все ждем. Arizona Mobile. Потому что мы все уверены в том, что Arizona Mobile будет замечательным мобильным клиентом для, вот, знаете ли, GTA-самп, разумеется. Сейчас КРМП проекты. Это, конечно, хорошо. Лишь бы там этой донат-машины, сука, не было. И все было бы хорошо. А в, там, условиях самоизоляции, в условиях пандемии коронавируса, вот этой коронавирусной инфекции и всего прочего, играть-то вам особо будет негде. Как бы, да, вообще, предназначение мобильного гейминга-то, оно вообще для чего? Оно вообще какое? Оно, как бы, для того, чтобы играть в каких-нибудь, там, я не знаю, в метро, которое сейчас, ну, как бы, опасно в нем ездить, да, потому что, может, вам передастся вирусы. Если вам больше, там, не знаю, 85 лет, вы можете умереть. В общем-то, ну, ладно, мы на это забьем. Там, чтобы на парах на каких-нибудь скучных поиграть, возможно, там, я не знаю, в GTA-сампик, да, там, на каких-нибудь своих любимых серверах. То есть, тоже неплохое вполне себе предназначение и вполне себе, как бы, ну, оно неплохо, да. То есть, оно тоже подходит для такого, знаете, хорошего, какого-нибудь, я не знаю, пикантного времяпрепровождения. Но, опять же, ну, ладно, забьем на все это. Потому что оказалось, что все эти мобильные GTA-самповские сервера, мобильные GTA-самповские клиенты по типу, там, Сантропей и вот всех-всех-всех прочих, они, оказывается, разрабатывают свои КРМП-проекты. Свои КРМП-проекты и не на компьютер, как вы могли, наверное, понять, а на мобилку они все это разрабатывают. То есть, оказалось, что Сантропе признались в том, что они разрабатывают свой какой-то, я не знаю, мобильный КРМП-проект под названием Барвиха, а затем онлайн-ролеплей, входящий в топ-3 мобильных GTA-самп-серверов, признались, что они владеют проектом КРМРОЛЕПЛЕЙ, первого КРМП-проекта в мобильном сегменте. Вообще, такого больше нигде не было. Оказалось, что вот онлайн-ролеплей, они в самом деле владеют вот таким проектом, как КРМРОЛЕПЛЕЙ. И, ну, вот, все это происходит как-то так. И, глядя на все это, я вообще не могу понять. Ребят, вы как все это вообще додумались к РМП на мобилке? Это что вообще такое? Я вот, я лично не могу все это понять. Однако, ладно, если у вас есть какая-то более подробная информация насчет всего этого, и вы можете ее рассказать, вы можете ей поделиться для того, чтобы мы все это посмотрели, все это обсудили, и в следующий раз я был более под кон в данной теме, то вы можете оставлять свои комментарии, больше четырех слов, желательно все это сделать, и в таком случае я буду все это читать, и в следующий раз, когда займусь каким-то таким подобным видеороликом, я, как бы, вот, скажу более подробные вещи. А вообще, IP Arizona или PlayFenix, сервер, на котором заснят геймплей данного видеоролика, если он, конечно, там был свободен во время того, как я снимал весь этот геймплей, то есть все находится в описании данного видеоролика. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, вы можете туда перейти, со всей этой информацией ознакомиться, и уже понять, нужно вам подписываться на мой телеграм-канал или не нужно. Я могу вам даже немного проспойлерить, разумеется, нужно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока!